Всех приветствую! Продолжаем рассматривать книги Великие Музеи Мира, картины и описание к этим картинам. Стрелок из лука, возможно, каус. Могольская школа с 1620 год, бумага 28 на 19. В истории формирования традиции могольской миниатюры важную роль сыграли иранские художники, которые начали работу еще при Акбаре 1556-1605 годы. При дворе Великих Моголов были созданы китапханы, так называемые библиотеки, где не только хранились, но и изготавливались книги. Одной из них стала пойма Фердоуси Шахнамея, популярная на Средневековом Востоке. Эпизод, послуживший основой для данной иллюстрации, восходит к истории о каусе, царе Ирана. Однажды Див, это нечистая сила, приняв облик благородного юноши, явился к каусу и рассказал ему, как можно легко взлететь на небо. Обуреваемый желанием достичь невозможного, герой решился на это. Он привязал к трону четырех голодных орлов, которые должны были тянуться к мясу, закрепленную над их головами. Таким образом предполагалось, что сильные птицы поднимут кауса в небо. Однако из этой затеи ничего не получилось. Орлы выберись из сил, и трон с царем упал на землю. На миниатюре представлен каус перед полетом, стреляющий из лука в небо. За ним наблюдают всадники, выражающие различные чувства. От удивления, жест рукой вверх, и до сомнения, задумчивости, трет подбородок. Вот такое описание из книги «Великие музеи мира» к работе «Стрелок из лука. Каус. Могольская школа. 1620 год». Пока-пока. До свидания. Всего хорошего. Смотрим картину. Продолжение следует... Продолжение следует...